Память преподобного Савва Старожевского Савва отправился к нему в обитель, где стал ближайшим помощником преподобного Сергия. По благословению своего наставника, преподобный Савва стал игуменом монастыря на реке Дубинки. Этот монастырь был основан князем Дмитрием Донским после победы над Мамаем. После смерти преподобного Сергия его преемником становится преподобный Никон, но он на некоторое время решает удалиться в затвор. Поэтому братья монастыря просят преподобного Савву на время стать для них наставником и руководить монастырем. Исполняя просьбу братья, преподобный Савва возвращается. Почитателем преподобного Саввы был князь Звенигорода Юрий. Он попросил преподобного посетить Звенигород, чтобы благословить княжескую семью и горожан. Посетив город, преподобный Савва хотел вернуться в Радонеж, но князь Юрий умолил его остаться, чтобы основать монастырь в Сторожах, недалеко от Звенигорода. Преподобный Саввы трудился при постройке и выкопал монастырский колодец. Многие люди не только из Звенигорода обращались к святому Савве за духовной помощью.